Всем привет, доброе утро. У нас сегодня утром произошла такая немножко, как сказать, ну неприятная ситуация. Ну неприятно это не назовешь, просто немножко такая проблемка произошла. В общем, вчера в Польше был выходной, четверг, у них был какой-то праздник, и получается пятница сегодня. Сегодня тоже некоторые работают, некоторые не работают. Ну то есть вчера школа у нас не работала, а сегодня должна работать светлица. И получается вчера я не работала, а на сегодня у меня уже есть работа, мне нужно ехать на работу, поэтому Артема мне нужно было отвезти в светлицу. Мы только что утром прибегаем на светлицу, чтобы я его оставила, и можно было ехать на работу, а школа закрыта. То есть у нас есть в школе два корпуса, корпус А и корпус Б. У меня ребенок учится в корпусе А, там учатся первоклассники с первого по четвертый класс, а во втором классе уже учатся с четвертого по восьмой класс. И получается мы приходим, наш корпус закрытый, но там на двери написано, что светлица будет, но в корпусе Б. И я его повела в тот корпус Б, у него такие испуганные глаза, потому что он первый раз пришел в этот корпус. До этого он в нем еще не был, и он так на меня смотрит, типа, мама, где ты меня оставляешь, что здесь делать? И я теперь, конечно, все время на работе буду переживать, как мой ребенок там. Ну, как бы это новое помещение. Я не знаю, это будут, наверное, дети со всей школы, из корпуса А, с корпуса Б. Учительница какая-то, наверное, другая будет. Но, как бы у меня просто нет другого варианта. Мне нужно по-любому бежать сегодня на работу, и пришлось его оставлять там в школе. Я надеюсь, конечно, все будет нормально, но потом, когда приеду, поснимаю, расспрошу у него, как прошел его день. Ну, ладно, я, конечно, очень переживаю. Сейчас буду все время на работе думать о том, как там мой ребенок в другом корпусе с другими детьми. И, ладно, ребята, все, бегу на работу, потому что уже очень-очень опаздываю. Еще сегодня с утра была такая немножко неприятная новость, то, что автобусы сегодня на ходе пятницы, но работают по расписанию выходного дня. То есть они ездят намного реже, чем обычно. Поэтому мы выбежали на свой автобус, который был по одному времени, но его не было, потому что сегодня расписание выходного дня, и нам пришлось от метро бежать пешком. И там уже добираться до школы тоже дальше пешком с метро. И вот сейчас на работу тоже я еду на автобусе, немножко по другому графику, но, в принципе, я успеваю. Так что будьте готовы к тому, что по выходным, точнее, по праздничным дням здесь автобусы работают по другому расписанию. Расписание выходного дня. Что-то день у меня сегодня не задался. Я прибежала на работу, у меня на 9 часов уже была запись. В итоге я уже переоделась, а все, и мне говорят, что у меня запись отменилась. И теперь мне просто час гулять. Если бы я знала, я бы так бы не спешила. Короче, что-то день идет немножко не так сегодня. Уже доработала сегодня, бегу, сейчас забираю Артема. У меня сегодня немножко короче день был. Хорошо, что я взяла работы до 4, а не до 5, ну хотя бы на час меньше. То есть я заберу Артемку, расспрошу у него, как ему в сегодняшний день в школе. Вот так вот выглядит наша школа. Вот есть еще бассейн там с горкой. Не было охранника, то я зашла. Сейчас немножко вам покажу. Там школа. А что тут есть? Скоро говоря, не знаю. Не знаю, должна быть какая-то игра. Такая типа лабиринт. Которая есть декомплентная. Кто-то забрал какой-то элемент из них здесь. Забрала Артемку. Что это? Тебе интересно в этой школе, в другой? Это же взрослая школа. Здесь детки взрослые учатся. Сынок, ты рассматриваешь? Еще Артем сегодня нарисовал вот такую вот картину. Вот школа. Вот такие вот классы. Идем. Идем, идем, идем. Я просто немножко хотела поснимать школу. Я аж еще не захотела сюда. Пойдем. Забрала Артемку. Ну что, расскажи, сынок, как тебе сегодня в этой школе, в этом здании? Хорошо. Были детки только... Ну, со всей школы, да? И взрослые были, или только вы? Только... Ну, взрослые. Сегодня только детки с Украины были? Да. А что вы делали? Миши не было. Миши не было. А что вы делали сегодня весь день? Ничего себе. Не ели. Два раза гуляли, да? Не ели. Не ели. А я же тебе еду с собой дала. Ты покушал? Да. Ты не голодный? Все скушал? Да. Понятно. Два раза гуляли, потом пришли покушали, да? Не кушали мы все. Ну, я имею в виду свою еду. Вы же где ее кушали? Я не кушала. Каждый раз, когда захотелось вам покушать, вы доставали свою еду и кушали, да? Да. Даже на улице. Рисовали, да? Я вижу рисунок вы нарисовали. Это я нарисовал. Ну, ты нарисовал. Еще что делали? Ничего? Тебе сегодня понравилось? Ну, ты сразу переживал, да, что я тебя отвела в другое здание? Да. Да. Мы идем с замороженным. Пока. Пока? Нет, ты еще, может быть, что-то расскажешь? Больше ничего. Больше ничего? Ну, ладно, заходим за мороженым. Мочи мороженое выбирает какое. Вот это. Вот это хорошо. Ну, бери. Где оно только надо его найти? А вон нету. Это другое. Нет, но там же самое. Да? Ну, да. Значит, да. Пойдем на концу. Это другое. Сложный выбор, да? Столько мороженого. Я хочу вот этот и вот этот, Оля. Ну, выбирай. Можно два? Не, одно. Один на другой день? Нет, на один день на сегодня только выбирай. Закрывай холодильник. Такое? Все, вставай в очередь. Так, в общем, я зря переживала сегодня. День в школе прошел хорошо. Артем мне рассказал, что были только детки с Украины. Их было не так уж много. Там что-то около десяти человек всего лишь. Ну, то есть, ну, родителям некуда было деть своих деток. Пришлось сегодня тоже везти в школу, потому что мы тоже работали, как и я. Так что вот так вот. Все, ребята. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok